Добрый день, меня зовут Денис Шевченко, инженер отдела продаж строительной техники компании Цепилин Украина. Сегодня у нас в гостях Сергей Горбачев, специалист по продукту компании СЭМ. О чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о бульдозерах компании СЭМ. Совсем скоро мы ожидаем на нашем складе уже новую для нашего рынка модель СЭМ-822Д, которая, в общем-то, уже хорошо себя зарекомендовала на других рынках. Я предлагаю сегодня поговорить об этой модели, а также об уже известной модели 816Д. Собственно, мы сегодня постараемся поговорить об особенностях этих моделей, а также уделим отдельное внимание модификациям этих машин. Собственно, будем очень рады увидеть ваши вопросы в комментарии, постараемся оперативно на них отвечать в ходе эфира и после него. И, собственно, добро пожаловать в мир гусеничных бульдозеров компании СЭМ. Сергей, тебе слово. Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, сегодня мы будем разговаривать о бульдозерах СЭМ. Их немного, но они очень-очень интересные, и о них стоит поговорить. Сейчас на вашем экране магическим образом появится моя презентация. Вот она, и я стал меньше. А как же наш модельный ряд, собственно говоря? Да, значит, в модельном ряде у нас, как я уже говорил, не так много машин на данный момент, но есть чем удивить. Это в первую очередь это бульдозер 7800 16Д, самый маленький на данный момент бульдозер в нашей линейке. Это 178-сильный бульдозер с массой, с передним отвалом и трехстоечным рыхлителем. Масса этой машины стартует от 18 тонн 890 килограмм. То есть это такая машина среднего класса, десятый тяговый класс, если мы классифицируем его по советским стандартам. Вот, если мы смотрим уже по более современным, когда машину классифицируют по тоннажу или по мощности двигателя, то это машина вот 178 лошадиных сил или машина 18890 по тоннажу. Значит, также в линейке у нас имеется второй бульдозер побольше размером. Тот, собственно, о ком мы сегодня будем говорить, наверное, больше всего. Это бульдозер новый для, опять же, рынка Украины, хотя в СНГ он продается уже давно. И нашел свою, так сказать, свою нишу, так сказать, заполнил нишу таких вот средних размеров бульдозеров. На Дальнем Востоке России достаточно популярен в тех регионах. Это машина 822-я с мощностью двигателя 234 лошадиные силы и массой от 26 тонн 840 килограмм. То есть это уже такая машина достаточно тяжелая, еще не карьерная, но, в принципе, уже такая машина внушительная. Сергей, давай тогда просто, если можно, расскажи немножко вообще у гостям, о каких вообще применениях этих машин, может быть, по-русски их можно применять. Да, конечно. Бульдозеры применяются в первую очередь в строительстве. Да, это любые земляные работы при проведении любых строительных операций. Будь то земляные работы при строительстве автомобильных дорог, железных дорог, будь то земляные работы при подготовке площадки под фундамент, при строительстве жилых зданий, дамп и так далее. То есть это практически любой вид экскавационных земляных работ, планировочных работ и так далее. Также в сельском хозяйстве активно применяются бульдозеры при строительстве сельхоззданий, сельхозпомещений. В горнодобывающей промышленности применяются бульдозеры для расчистки после взрывов, для постройки горных дорог и так далее, к горнодобывающему предприятию. Наш бульдозер и 816, и 822, они немножко маленькие для этого применения, для горнодобывающей промышленности. Маловато немного, но в принципе, как машины поддерживающие, помогайки, так сказать, их даже можно в горную промышленность предлагать. Судный 822, он достаточно большой. Опять же, промысловые месторождения. Здесь имеется в виду месторождения нефтяные, газовые и так далее. В России это север страны, там, где леса, машину берут на строительство лесных дорог. И лесная промышленность. Опять же, это резко полок, это подготовка лесных складов, это постройка лесных дорог до лесосеки, до того участка леса, где будет происходить, собственно, лесозаготовка. Это вот основные виды применения бульдозеров, любого бульдозера в том числе и всем. Всем где-то будет удобнее для работы. Но об этом чуть попозже мы еще поговорим. Ну, это очень важный как раз момент. Давай поговорим о... Собственно, мы видели, мы, скажем, внимательно видели, что трансмиссия на машинах гидростатические. Какие у нее, собственно, преимущества в этой трансмиссии? Да, абсолютно верно, Денис. У данных машин, у бульдозера F7, мы используем на данных машинах, мы используем вид трансмиссии, так называемый, гидростатический, замкнутый двунаправленный двухконтурный гидростатический привод. Что это значит? Это значит, что у нас есть два насоса хода и два мотора хода. Это значит, что насос хода качает только в свой мотор хода, то есть он замкнут. Видите на слайде центральное изображение. Красным выделен один насос, и он качает на один мотор. Синим выделен другой насос, и он качает на другой мотор. То есть два мотора подключены к конечным редукторам, соответственно, левой и правой стороны. То есть машина движется вперед и назад только под действием гидравлики. Никакой механики в трансмиссии нет. Есть гидростатика, гидравлика, благодаря которой машина двигается. И у этого есть определенно свои минусы, свои плюсы. Но сейчас мы будем как раз рассказывать, в чем же, собственно, преимущества гидростатической системы по сравнению с гидромеханической или с механической трансмиссией. Да, вот тоже очень важный момент. Ходовая часть. Что, собственно, делает бульдозер СМ, если особенными, скажем так? Да, давайте поговорим про основные преимущества гидростатических бульдозеров, гидростатической трансмиссии. В первую очередь, это нет необходимости в узлах, используемых в механическом приводе. То есть передача вот этого самого крутящего момента, вот этой полезной энергии от двигателя на конечные редуктора для того, чтобы машина двигалась, осуществляется только с помощью гидравлики, гидростата. То есть поток жидкости, создаваемый насосом гидростатическим, идет на гидравлический мотор, гидростатически он вращается. Нам не нужно устанавливать сюда ни коробку передач, нам не нужно сюда ставить ни гидротрансформатор, нет вот этих вот лишних трат энергии, все очень эргономично, экономично и эффективно. Второе, это определенный низкий уровень шума, потому что трансмиссия гидростатическая, нет лязга металлических предметов, нет лязга шестеренок и так далее. Все тише, намного тише, чем стандартная гидромеханика. Третье, это плавность хода, и это очень важный элемент, это очень важный, так сказать, параметр при управлении бульдозером, тем более при проведении каких-то планировочных работ. Напомню, что когда бульдозер стоит, гидростатический бульдозер стоит, его гидростатическая система стоит на нейтрале, то есть она хоть и вращается, насосы вращаются, но потока при этом в гидростатической системе не создает. И для того, чтобы начать страгиваться с места, мы начинаем наклонять планшайбы насосов, для того, чтобы насос начал создавать этот вот самый поток, для того, чтобы машина стронулась с места. И мы, благодаря тому, что управляем гидростатом с помощью электроники, можем сделать наклон планшайбы насоса очень и очень плавным и начинать прям с минимальных углов его наклона, с минимальных потоков, которые будут идти на насос. Таким образом, машина может начать страгиваться с места очень плавно, оператор даже не заметит начало страгивания, переключения передач нет, мы всего лишь увеличиваем ток на планшайбу, и планшайба наклоняется сильнее, тем самым машина едет быстрее, и нет вот этих вот рывков, ударов, машина очень плавная в начале движения, и даже при увеличении скорости движения. Четвертое – это как раз на любой скорости движения. И как раз четвертое – это преимущество, о котором я только что говорил, это беступенчатая регулировка скорости. Нет физических передач, как, допустим, стандартная гидромеханика, три передачи вперед, три передачи назад. Переключаемся, при каждом переключении у нас по-любому есть момент разрыв мощности, когда мы одну передачу отключаем, а вторую еще не успели включить. В этот момент у вас по-любому машина будет иметь просадку, и машина будет дергаться. Это даже не так, ну, потому что в момент работы, в момент, когда отвал наполнен, практически ни один из операторов не переключается, да, потому что, опять же, это будет потеря мощности. Но все же для оператора стресс, да, каждый раз при переключении его дергают. Устает он целый день работать при этом. Чем выше у оператора стресс, тем больше вероятность появления ошибок, тем больше вероятность повторных проходов и так далее. То есть очень важно, чтобы машина была плавной, оператор не уставал по мере работы целый день. Следующее – это, опять же, безинерционное движение. Нет этих ударов, нет этих скачков при начале, при остановке машины. Машина очень плавная. Постоянный высокий момент на гусенице. Машина даже при страгивании имеет высокий момент. Нет физического переключения, нет потери мощности на отвале, нет потери мощности при поворотах. А это очень важно, да. Гидростат осуществляет поворот не так, как делает это стандартный классический, так сказать, гидромеханический бульдозер, да. Какой пример привести? Ну, вспомните старые советские бульдозеры с этими рычагами, с педалями на полу. Для того, чтобы осуществить поворот, нам нужно было одну муфту сначала, один рычаг на себя потянуть, эту муфту разъединить, педали муфту затормозить и так далее. И только в этом случае начинался поворот машины. То есть мы одну из сторон гусеничных лент, одну из гусеничных лент, мы просто отключали, останавливали ее полностью. И вторая, та, которая продолжала бежать, она, собственно, и поворачивала бульдозер вокруг остановившейся гусеничной ленты. Ну, по такому же принципу все классические танки двигаются, да. Рывки, потери материала на повороте. Абсолютно верно. Это раз. А во-вторых, потери мощности. Вы отключили половину мощности бульдозера, и 50% мощности тратится сейчас впустую. То есть сейчас, когда вы включаете поворот, машина на 50% стала слабее. И если вы шли с наполненным отвалом, если материал полностью у вас заполняет отвал, то в момент поворота как раз, при включении поворота, у вас 50% мощности теряется, и бульдозер может встать, потому что ему будет недостаточно мощности для осуществления поворота с наполненным отвалом. И тут возникает вопрос, да. Я общался с многими операторами, они мне говорят, а зачем мне поворачивать с наполненным отвалом? Потому что вот я привык, бульдозер работает вперед-назад, рабочий ход вперед, холостой ход назад, рабочий ход вперед, холостой ход назад. Зачем мне совершать поворот с наполненным отвалом? Окей. Но в то же время я у них спрашиваю, а как же вы тогда делаете, когда вам нужно все-таки повернуть с наполненным отвалом, что вы делаете, чтобы повернуть? Он говорит, да просто беру один край отвала, заглубляю, и как вокруг якоря начинаю поворачивать. То есть он идет, отвал ровно ставит, да. Когда ему нужно повернуть, он заглубляет один из краев отвала в материал, заглубляет его и поворачивает вокруг, как вокруг циркуля, как вокруг ножки, да. То есть таким образом мощность на бульдозере не теряется, ему достаточно мощности, чтобы повернуть вокруг углубленного отвала, и только в этом случае он осуществляет поворот нормально с полным наполненным отвалом. А если мы совершаем планировочные работы, а если мы должны пройти ровно и развернуться аккуратно, тогда мы не сможем осуществить поворот с наполненным отвалом. Нам нужно разгрузить отвал, и только в этом случае уже повернуть. Вот гидростатические бульдозеры, поэтому, кстати, они очень популярны, как планировочные бульдозеры. Вспомните, бульдозеры КАТ маленькие, они все гидростатические, планировочные. Бульдозеры других брендов, они тоже маленькие, это планировочные бульдозеры, потому что ими очень удобно управлять в поворотах, ими очень удобно управлять для планировки. В том же очередь, можно сказать, и А7. Бульдозер гидростатический, очень легко им управлять, и постоянно высокий момент на отвале. Машина постоянно обладает высоким моментом, даже в момент поворота. Максимальное наполнение отвала, даже в момент поворота. Отвал всегда можно держать заполненным. И возможность разворота на месте. Это тоже очень важная такая особенность, важная гидростатического привода. Это включение функции противовращения гусеничных лент, когда одна сторона вращается вперед, другая начинает вращаться назад, и машина разворачивается, стоя на месте, и радиус разворота равен геометрической длине машины. То есть маневренность машины потрясающая. Работать может где угодно. И что самое интересное, противовращение включается на любой скорости хода бульдозера. Идем мы с полным опором, вот это 10 км в час, на что способен бульдозер, включаем противовращение, всего лишь наклонив джойстик до упора, и машина начинает вращаться на месте. Очень просто, очень легко, быстро и эффективно. И опять же, высокий КПД. Если мы говорим о классическом гидромеханическом бульдозере, то самые большие потери в данном бульдозере на ненужный нагрев масла в системе гидромеханики уходят как раз на гидротрансформатор. Гидротрансформатор, тем более, если он неблокируемый, он является самым главным потребителем энергии двигателя в этом всем передаче крутящего момента или энергии двигателя от двигателя на конечный редуктор. Вот он расходует порядка 20-25% просто на нагрев жидкости внутри гидротрансформатора. Гидростат не обладает такими большими потерями. Любой гидростатический компонент, который стоит в этом гидростатическом контуре, я имею в виду насос или мотор, обладает КПД практически 99%. Остальные небольшие проценты потерь уходят на внутренние перетечки внутри насосов моторов, но мы от этого никуда не можем уйти. Нам нужно смазывать и охлаждать компоненты гидростатического привода. Но согласитесь, 5% потерь и 20% потерь – это большая разница. И на чем скажутся эти самые потери в коэффициенте полезного действия? Как оператор, как заказчик почувствует это на себе, он почувствует это на своем кармане, потому что вот эта потерянная энергия на нагрев жидкости в гидротрансформаторе – это потерянные 15-20-25% топлива. То есть 20% топлива заказчик будет тратить на то, чтобы преодолеть это проскальзывание между турбинным и насосным колесом и на нагрев жидкости внутри гидротрансформатора. Торможение без износа – это еще один большой плюс гидростатических бульдозеров. В гидростате нет тормозных фрикционов рабочего тормоза. Бульдозер останавливается только благодаря изменению угла наклона планшайбы насосов и моторов. Планшайб насосов и моторов. Есть фрикционы в конечных передачах, но это стояночный тормоз, и активируется он только, когда машина стоит. Но рабочих тормозов нет. Я, помните, рассказывал про поворот на стандартном гидромеханическом бульдозере? Так вот там, когда мы поворачиваем, мы задействуем фрикционы. Бульдозер не ходит по участку взад-вперед всегда. Ему нужно корректировать свой ход, и для этого он будет задействовать фрикционы. Он будет их изнашивать, он будет истирать их, и в конечном итоге нужно будет их менять. У нас нет таких компонентов, которые постоянно трутся, которые постоянно изнашиваются, которые нужно будет рано или поздно заменить. И последнее, я думаю, это динамическое торможение, то есть возможность тормозить двигателем при спуске с уклона, то есть с горки. Так можно, наверное, сказать. Когда машина под своим весом тянет вниз, и тогда у нас машина... Включается, так сказать, режим торможения двигателем. Такой режим, как на трансмиссии. То есть машина будет удерживаться, и не даст двигателю разогнать машину вниз под своим весом. Это, пожалуй, все, что касается гидростата и его чудесной конструкции. Очень много я говорил сейчас о гидростате, но о нем можно говорить очень долго, потому что система очень интересная, и что самое важное, она очень экономичная в плане расхода топлива, в плане обслуживания. Также она легко диагностируется, если заказчик обращается к официальному дилеру, то с любой неприятностью можно справиться в плане диагностики. За час можно отдиагностировать гидростат и понять, что с ним не так, и уже приступить к ремонту. То есть гидростат – это мало того, что надежная, простая, но еще и легко обслуживаемая система. Я в частности хочу заметить, что мы ставим ту же систему мессенджер на эти машины, которая позволяет многие коды ошибок поймать многие эти вещи. Да, с завода можно установить монитор с выводом кодов неисправности, можно поставить продакт-линк, можно много чего с этим сделать. То есть, пожалуйста. Давай теперь поговорим уже о ходовой части, что в ней такого, собственно, особенного, уникального. Да, давайте про ходовую часть. Очень важно заметить что? Заметить то, что вся нагрузка от отвала при перемещении материала, при ударной нагрузке, эти высокодинамические нагрузки, они по толкающим брусьям, толкающий брус – это то, что идет к отвалу от ходовой части, красная стрелочка указывает, собственно, на толкающий брус. И вот по этим самым толкающим брусьям вся нагрузка уходит не на конечную передачу, как вы, наверное, видели, на старых классических бульдозеров советского производства, других бульдозеров китайского производства, где рама катков является частью конечной передачи. Так вот, здесь уже более продуманная ходовая часть, и вся нагрузка от отвала идет не на конечный редуктор, а непосредственно на раму машины. Таким образом, мы увеличиваем срок жизни конечного редуктора. Он не подвержен ударным нагрузкам от отвала. Он крутится, вращается спокойно, вся ударная нагрузка от отвала идет на раму машины, редуктор не страдает. Плюс ко всему, плавность хода по неровностям позволяет эту функцию, эту, так сказать, особенность достичь. Уникальная конструкция, не совсем уникальная, да, но все-таки очень удачная конструкция ходовой части, именно крепление рам катков к машине. Это трехточечная конструкция к рамам, к осям качения. Это две оси красные. И третья точка контакта – это балансирная балка через центральное крепление, через палец крепления, через центральный палец крепится к раме машины. Это позволяет достичь максимальной, так сказать, свободы перемещения двух катков, на двух рам катков. И при переходе по неровностям они как бы повторяют рельеф местности, тем самым обеспечивая максимальное пятно контакта и плавность для оператора. На тягу, да. Да, вот расскажи, как раз перехом от тяги, собственно, к работе. Расскажи немножко, какие отвалы мы можем поставить на эти машины. Да, сейчас об этом еще скажу. И защита корпуса редуктора, чуть-чуть еще про ходовую часть. Корпус редуктора, он спрятан у нас, так сказать, за башмаками, и по мере работы не происходит истирание у рабочий материал, да. Это важно. Заметьте у других конкурентов, у тех же бульдозеров китайского производства других брендов. Просто обратите внимание, зайдите сзади к бульдозеру и посмотрите, как выглядят, как далеко расставлены у него гусеничные ленты и как сильно выпирают корпуса редукторов. По мере работы корпус будет истираться об материал, истончаться стенкой его, возможно, повреждение редуктора. Теперь возвращаемся к вопросу Дениса о отвалах, доступных для наших бульдозеров, да. Наши бульдозеры с завода по умолчанию укомплектовываются полусферическим отвалом, или SU его еще называют. Это полууниверсальный отвал. Именно у нас, по сути, да. Да, это полууниверсальный отвал, это, так сказать, гибрид между прямым S-отвалом, отвалом для резки, и сферическим U-отвалом, отвалом для перемещения материала. То есть если оператор, если заказчик не знает, что он будет в основном делать бульдозером, или знает и думает, что он будет 50% резать, 50% перемещать материал, то тогда да, сферический, точнее полусферический отвал для этого заказчика будет наиболее приемлемым. Если же оператор занимается, точнее, заказчик занимается резкой материала, углублением, экскавационными работами и так далее, то тут уже нужно рассматривать S-отвал. Он лучше вгрызается в материал. Или если мы, допустим, перемещаем много легкого отвала, угля или еще что-то, то здесь уже нужно рассматривать для себя тогда сферический отвал. Но также у нас есть и другие опции отвалов. Мы сейчас будем рассматривать основные конструкции, основные готовые комплектации, и к ним еще вернемся. Давай тогда посмотрим еще до того, как мы перейдем к комплектациям, посмотрим кабину еще. Да, отлично. Заглядываем в кабину и тут видим, что на самом деле, даже и не скажешь с первого взгляда, что это какой-то, так сказать, да, как и нарицательный иногда бывает, какой-то китаец, да, на самом деле внутри выглядит, как такой тренажер для какой-то игры. Почему? Потому что здесь нет рычагов, нет большого количества педалей, здесь есть пара джойстиков. Хорошее сидение комфортное, да. Очень сидение комфортное, абсолютно верно, велюровое, с хорошими подлокотниками удобными, форточки открываются, кондиционер есть, все вот прям отлично. И сидение регулируется и по высоте, и по вылету, и по жесткости. То есть все выглядит просто замечательно, и еще вот такой вот джойстик красивый с кнопками установлен. Так вот, здесь реально для управления машиной реально это компьютерная игра, по-другому это никак не назовешь. Почему? Потому что даже ребенок сможет легко разобраться с управлением данного бульдозера. То есть есть у нас один джойстик с правой стороны, это джойстик гидравлики, управление гидравлическими функциями, подъем-опускание, отвал и его перекос. И есть у нас с левой стороны еще один джойстик, да, как раз который сейчас увеличен с тремя кнопками. Это джойстик управления ходом. И он тоже имеет 4 положения, 3 фиксированных, это центральное положение, нейтральное, переднее и заднее положение тоже фиксированы, это передний ход и задний ход. То есть для того, чтобы начать скорость, начать движение на бульдозере, мы просто толкаем рычаг вперед и бульдозер поехал. Толкаем его назад, бульдозер едет назад. И есть еще два положения нефиксированных, это положение поворота влево-вправо. Если мы хотим повернуть влево, мы наклоняем джойстик влево. Если мы хотим повернуть вправо, мы наклоняем его вправо. При этом чем сильнее мы будем наклонять джойстик влево, допустим, тем меньше радиус разворота у нас будет, тем сильнее мы будем поворачивать. То есть радиус поворота зависит от того, насколько сильно вы отклонили джойстик влево. Чем сильнее вы его наклоняете, тем медленнее будет вращаться левая гусеничная лента, и тем меньше будет радиус разворота. Вплоть до тех пор, пока вы не упретесь в первую точку, в первую опору. Вот в первую точку уперлись, у вас левая передача, левая, точнее, гусеничная лента полностью остановилась, и бульдозер начинает вращаться вокруг полностью остановившейся левой гусеничной ленты. Но стоит чуть-чуть приложить усилия, и левая гусеничная лента начинает вращаться в противовращении. И вот в этот момент как раз включается разворот на месте противовращения гусеничных лент. Нет никаких дополнительных кнопок, еще чего-то. Нет, просто достаточно чуть-чуть сильнее нажать на джойстик управления ходом, и машина начинает вращаться на месте. И также есть три кнопки, сейчас мы про них поговорим. Первая кнопка, черная кнопка сверху, это звуковой сигнал. Тут все понятно, да? Вторая кнопка, это желтая кнопочка, круиз-контрол, или кнопка запоминания скорости. Очень важный момент. Почему? Потому что бульдозер в основном работает вперед-назад. Производим экскалацию материала, перемещение материала, разравнивание материала и так далее. Практически всегда бульдозер работает вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. И в момент, когда оператор едет вперед, он выбирает для себя удобную для него скорость. Все зависит от того, насколько оператор опытен. Он ставит для себя скорость хода вперед 5 км в час. Ему удобно на этой скорости работать, но одно но. Он хочет как-то запомнить эту скорость, когда он будет переключаться назад, бульдозер будет откатываться также на 5 км в час скорости назад. Но потом он включит вперед, и ему нужно как-то вернуться на эту скорость 5 км в час. Так вот, мы сделали такую функцию, чтобы оператор опять не выбирал эту скорость 5 км в час. Мы сделали функцию запоминания скорости. То есть, когда ему нужно будет запомнить скорость, выбрал он для себя 5 км в час, он нажимает на желтую кнопку и удерживает ее до возникновения звукового сигнала. Происходит бип, значит, скорость заполнена. Он откатывается назад на 5 км в час, включает опять направление вперед, и чтобы вернуться опять на заданную скорость 5 км в час, он всего лишь нажимает на желтую кнопку, и машина возвращается на заданную скорость. Решил он разогнаться, да, там, 8 км в час. Он выбрал 8 км в час, думает, надо опять на 5 вернуться. Нажимает на желтую кнопку, возвращается на 5 км в час. То есть, вот эта вот кнопка желтая – это запоминание и возврат на удобную для оператора скорость. И как раз для того, чтобы выбрать ту скорость, которая вам нужна, есть у нас такой третий, это не кнопка, это скорее ползуночек такой, да. С помощью него мы как раз выбираем ту скорость, с которой бульдозер будет идти. Ну, физически мы просто даем больше ток на соленоиды управления планшайб насосов и моторов. То есть, чем дольше мы держим этот ползунок вперед в первом направлении, то есть вперед мы его толкаем, тем больше ток у нас будет подаваться. Чем больше мы его назад держим, тем меньше ток будет подаваться, тем больше скорость или меньше скорость будет, соответственно. Вот так вот управляется бульдозер. Очень просто. На самом деле, я пробовал управлять бульдозерами и с классической гидромеханикой, и нашими гидростатическими бульдозерами. И я могу сказать то, что для того, чтобы на гидромеханике правильно начать ездить, чтобы не путать, куда что нажать, где что дернуть, уходит намного больше времени. Ну и подобрать режим обороты двигателя, в частности, режимы и так далее. То есть с этими половинками научиться пользоваться, если они есть и так далее. Да, достаточно проблематично. Здесь все просто, реально ребенок может сесть и поехать. И вот, собственно, мы перейдем сейчас к теме довольно интересной. Это специальное исполнение бульдозера всем. Возможно, какие-то из них вас заинтересуют. Да, абсолютно точно. Сейчас мы как раз поговорим о доступных исполнениях бульдозеров уже непосредственно, которые можно заказать прямо в готовом виде. Начнем мы... Ну, есть стандартный бульдозер, это понятно. Поговорим мы об особенных, так сказать, машинах. Начнем мы с лесной конфигурации. Возможно, для Украины, не для всех регионов Украины будет интересна данная комплектация. Но чтобы вы знали, да, такая машина есть. И эта машина отличается от стандартной чем? Ну, в первую очередь, в стандарт входят во все машины. Во все машины у нас на всех машинах устанавливается защита ROBS. Вы видите это справа сейчас под надписью защиты кабины появляется вот эта кабина с конструкцией ROBS. Это такие дуги металлические, стальные, большие, уходят в крепление в раму. Они предназначены... Они построены с таким расчетом, что в случае переворачивания эта конструкция выдержит массу машин, и оператор останется целым и невредимым, да. То есть мы заботимся об операторе, человеческая жизнь важна, он должен остаться живым. Но дополнительно в лесную конфигурацию включаются еще рейлинги, защита от веток, от сучьев, от бревен, да, и защита стекол, это решетки, защищающие от, опять же, веток и так далее, чтобы оператора внутри не проткнуло, да. Бывают и такие случаи, когда ветки падают сверху, ветки бывают больших размеров, может случиться несчастье. Поэтому нужно обязательно обезопасить оператора. Плюс устанавливается защита баков, дополнительная защита баков стальная, чтобы не повредила и баки тоже, да, потому что если повредит там гидравлический бак, масло убежит, гидростат встанет. Нужно сделать так, чтобы машина была в безопасности. Также мы устанавливаем дополнительно защиту опорных катков. Это дополнительные металлические пластины для того, чтобы обезопасить опорные катки от попадания сучьев. И защита днища машины также устанавливается, дополнительная лесная. И устанавливаем защиту от веток радиатора. Дополнительная защита радиатора, в случае чего можно его, точнее, в случае чего радиатор останется невредимым. И обязательно устанавливается лесной отвал. Это дополнительный, это не просто стандартный полусферический отвал, а это, как видите, на отвале еще синяя решетка наваренная. Защита от веток, опять же, да, и плюс еще, так сказать, увеличение объема данного отвала. То есть таким образом мы стараемся защитить машину полностью от внешней агрессивной для бульдозера среды, от веток, палок и так далее. Дополнительные опции, которые можно поставить на машину, это навесное оборудование заднее. Это для любой конфигурации бульдозера можно поставить либо трехстоечный рыхлитель, либо одностоечный рыхлитель с изменением угла атаки, либо поставить гидравлическую лебедку. Можно также заказать подготовку под эту гидравлическую лебедку. Если вы имеете своего поставщика, или у вас вдруг есть лебедка своя на складе, вы можете заказать подготовку под лебедку, не заказывать сам агрегат, установленный на машине. Вот так. Следующее исполнение, достаточно распространенное, по сути, применение, это использование бульдозеров, допустим, на угле. Есть ли такое исполнение у СЭМ? Да, у нас есть, мы его называем угольный бульдозер, да, но, наверное, правильнее будет его в исполнении для транспортировки угля. Отличается от стандартной чем? Тем, что устанавливается дополнительно улучшенный воздушный фильтр, потому что мы знаем, что пыль угольная, она очень мелко, слишком, точнее, маленькая, мелкодисперсная, да, она может попасть даже через фильтр воздушный в систему питания воздухом двигателя, и в то же время она достаточно жирная и не позволяет, так сказать, смазывать цилиндропоршневую группу маслу и топливу достаточно хорошо, и тем самым ведет к увеличенному, к ускоренному износу сам двигатель. Поэтому нужно дополнительный фильтр поставить. Мы ставим такой дополнительный фильтр для системы подачи воздуха в двигатель. Ставим, опять же, решетку с мелкими ячеечками для защиты от загрязнения самого радиатора. Устанавливаем дополнительно угольный отвал. Это сферический отвал с дополнительными наплавками. Емкость такого отвала 9,2 кубических метра. И устанавливаем в стандарте башмаки 660 SG. Что такое SG? SG – это башмак с одним грунтозацепом, то есть это сингл грузер. Значит, что на башмаке один грунтозацеп. Но опционально вы можете заказать с завода башмаки с тремя грунтозацепами. Вы сейчас видите справа с верхним углом. Это башмак с тремя грунтозацепами, трипл грузер, башмак 700 мм. Данный башмак нужен, если машина работает на угольном складе, где поверхность бетонная, на которой складируется уголь и по которой будет перемещаться бульдозер. Такой башмак снижает время износа, точнее увеличивает время износа гусеничной ленты и снижает вероятность повреждения поверхности, по которой бульдозер перемещается. То есть три грунтозацепа на одном башмаке делят всю нагрузку от бульдозера на три части, собственно, на три, на пятно контакта. Нагрузка меньше, и значит повреждений будет меньше. Плюс опционально можно поставить еще на наши бульдозеры светодиодное освещение. Это не только на угольном, но мы рекомендуем в том числе устанавливать на угольный бульдозер светодиодное освещение. Почему? Потому что часто работают машины круглые сутки, тем более на погрузке угля в портах или на электростанциях. Очень важно, чтобы было хорошее освещение в ночь. И можно поставить стеклоочистители на двери. Это тоже очень важно, потому что оператор смотрит по бокам, а не спереди, не на маленькое вот это центральное окошко, он смотрит через двери. Нужно, чтобы они были чистыми, чтобы пыль была всегда смыта. Ну, в принципе, для нас мы ставим эту опцию, она стандартная для нас. Отлично, да. И вот следующий, машина, вот уже Сергей показывает, машина для слабонесущих, для слабых грунтов. Да, такую машину мы называем LGP, но не только мы, очень многие производители ее так называют. Это сокращенное от английского low ground pressure, то есть низкое давление на грунт. Это значит, что машина будет создавать меньше давления на грунт, чем, допустим, машина со стандартной гусеничной лентой, со стандартными ходовками. Значит... И за счет чего-то достигается, собственно говоря, вот расскажи немножко. Да, за счет чего достигается такое, собственно, свойство, да, такая особенная, за счет особенной конструкции ходовой части. Это не просто удлиненная ходовая часть, то есть мало того, что рама катков опорных, да, она стала длиннее, добавляется еще один опорный каток вниз, да, плюс ко всему еще и конечные редуктора расставлены немного дальше, чем стандартные конечные редуктора для того, чтобы в гусеничную ленту можно было на гусеничную ленту установить большой башмак, чтобы он не задевал раму машины, и тогда машина будет выглядеть немножко шире, да, и по измерениям она будет шире, но мы можем достичь меньшего давления на грунт, машина, так сказать, не будет проваливаться, и будет достигнут тот самый эффект флотации, да, когда у вас грунтозацеп погружается в материал, но при этом башмак не тонет. Это очень важно, бульдозер тогда будет эффективно работать. Плюс ко всему, естественно, если мы расставляем гусеничные ленты дальше друг от друга, рамы катков расставляем дальше, нам нужно увеличить размер, длину, да, и балансирные балки этого центрального балансира, он здесь устанавливается свой, то есть машина достаточно сильно отличается от стандартной. Также и цилиндры не такие, как на стандартном бульдозере на LGP, конструкция цилиндров подъема и опускания от вала немного отличается от стандартной. Устанавливается S-отвал, то есть прямой отвал на машины LGP устанавливается только прямой, отвал. Толкающие брусья имеют немного другую конструкцию по сравнению со стандартной машиной. Также я уже говорил, сама рама катков, она длиннее. И плюс башмаки устанавливается, 915-й сингл-грузер – это башмаки, устанавливаемые в базовой комплектации LGP. Можно заказать опционально так называемые башмаки APEX. Сейчас на слайде большой бульдозер по центру. Это для нас. Да. Как раз этот бульдозер сейчас, который у вас изображен на центральном изображении, то есть на картинке в центре, он как раз оборудован гусеничной лентой APEX, башмаками APEX. Видите, отличие основное от сингл-грузер, от плоского башмака заключается в том, что башмак APEX, он треугольный, да? То есть он как лодочка выглядит. И эта опция, эта особенность позволяет снизить давление на грунт еще сильнее, да? И плюс ко всему создает такой эффект такого кораблика непотопляемого. То есть... Могут отсюда. Да, эта гусеничная лента, она используется в основном на мокром песке, используется в болотистой местности и так далее. То есть это самая непотопляемая ходовка по сравнению с другими ходовками. То есть это мы его еще называем за глаза болотником. То есть болотник, вот мы говорим об этом. Есть у нас опыт эксплуатации такой ходовки в России. На Дальнем Востоке такую машину используют на берегу океана, да? Ее там машина как раз толкает мокрый песок. И, собственно, да, там как раз еще вот остается рассмотреть пустыну, еще такая очень животрепещущая конфигурация, полигонный центр, так называемый. Да, мы его называем полигонный. Вообще эта машина называется во всей английской литературе вестхендлинг, то есть это машина для работы на мусорных полигонах, на полигонах ТБО. Конструкция в чем отличается от стандартной LGP, допустим, или от стандартной там дезерт конфигурации, это, опять же, своя особенность в башмаках, потому что данные башмаки сконструированы для того, чтобы работать на мусорных полигонах. Видите, трапециевидные отверстия в этих башмаках есть. Оно находится специально в центре для того, чтобы снимать мусор, налипший на поддерживающие катки, на верхние катки. Когда они проходят по верхним каткам, они должны как бы очищать налипший мусор на эти самые катки. Мы устанавливаем самый большой для 822-го бульдозера отвал. Это S-отвал с дополнительной решеткой с верхней. Он больше, чем лесной. И очистители мусора с гусеничных лент – это передний очиститель и задний очиститель. Это две скобы для того, чтобы снимать мусор из гусеничных лент с башмаков, налипших на эти самые башмаки. Задний противовес со шкафом, опять же. Да, то есть это, в принципе, машина для работы на полигонах. Сергей, как вообще твое мнение? Вот если говорить, в каких условиях мы можем использовать стандартные машины на полигонах? В принципе, мы можем использовать стандартные машины на полигонах, но нужно, опять же, учитывать плотность материала, по которому будет перемещаться машина и массу машины, потому что давление машины будет создавать большое. Главное, чтобы она не тонула. Если она будет тонуть в материале, это больше идет нагрузка на гусеничную ленту, на ходовую часть, что приведет к увеличенному, так сказать, износу, к ускоренному износу ходовой части. Нужно это все учитывать, нужно смотреть. Есть и на ТБО тоже данные по плотности отходов, с которыми они работают, поэтому нужно выбирать машину по соответствии с плотностью. Учения там достигают и так далее. Да, да, нужно это все учитывать обязательно. Ясно. Я думаю, что это очень интересная конфигурация, еще есть более такое экзотичное. Да, есть еще пустынная конфигурация, по сути, да, чтобы не задерживать, это стандартная LGP, но с особенным, так сказать, дополнением, это дополнительный воздушный фильтр. В принципе, это от LGP немногим отличается машина. Просто защита от песка, мусора, ссора, чтобы не попала в воздушные системы. И давайте сразу переключимся на 816D. Машина поменьше. Про нее немного поменьше будет. Почему? Потому что и конфигурации для нее готовых мало. Но вот сейчас, допустим, на слайде вы видите машину LGP. Это не для региона CIS, СНГ, да, потому что, видно, сразу машина без РОПСа, да. У нас все машины идут к нам с РОПСом. И одна из доступных конфигураций, это как и 822-я, это машина лесная. С тем же, с той же навеской немножко отличается размер башмаков, потому что на 816-ю он вообще поменьше, машина поменьше. Да, но в принципе навеска, вся защита абсолютно такая же, как и на 822-м. Доступна также машина угольная. В принципе, она от 822-го отличается только размерами. Дополнительные все опции такие же, как и на угольном 822-м. Есть у нас 816-й DLGP и пустынный. И на него, на эту машину доступно два вида ходовок. ОПЕКС это 950 и 1050 миллиметров. Это прям вообще минимальное-минимальное давление на грунт, то есть машина прям будет плавать. Вообще, я хотел, кстати, сказать, да, на 822-го как раз меня прервало разъединение связи о том, что ходовка ОПЕКС, она чрезвычайно популярна в Китае, и очень многие заказчики именно в Китае используют данную ходовку именно на перемещении материала именно слабонесущего, не связанного песка. Как сейчас на изображении снизу видно, машина с ОПЕКСом толкает песок. У меня по нашим конфигурациям, по нашим доступным модификациям материалов больше нет. Есть такой вот слайд с ресурсами, на которых вы можете найти информацию по машинам, по дилерам. Это наш канал на Ютубе, на Фейсбуке, в Инстаграме. Что-то здесь от Цепелина Украины, что-то от нас. Вот книжечка Фейсбука, она именно посвящена машинам СЭМ, которые здесь приведены конкретно. Да, то есть у нас есть ряд каналов по направлению, есть по Агро, по тому же... Также вы можете легко найти канал СЭМ, достаточно тоже интересный, канал Цепелин Украина, общий. Всегда будем рады вашим комментариям, вопросам. Поэтому проходите, да, по ссылкам. Да, как всегда, вам можно предлагать ваши какие-то темы, семинаров, в том числе по СЭМ, по технике Катерпилар, по навесному оборудованию. Мы подготовим материалы, будем рады с вами пообщаться на эту тему, как всегда. Да, и давайте к вопросам перейдем. Есть ли вопросы у аудитории? Возможно, что-то уже появилось. Так, сейчас посмотрим. Посмотрим. Я пока не... Так, вот, вот, есть вопрос от Алексея. Скажите, пожалуйста, как часто необходимо обслуживать гидростатическую трансмиссию? Ну, такой вопрос. Значит, смотрите, раз в 2000 мод часов мы меняем масло в гидростатической трансмиссии и больше ничего с ней не делаем. То есть раз в 2000 мод часов вызываем сервисную службу или сами меняем масло на указанное в регламенте, меняем и радуемся жизни. Главное, предотвратить, точнее, не дать попасть мусору из внешней среды в гидростат. Если мы выполняем все так, как указано в сервисных службах, точнее, в сервисных документациях, в сервисных службах и так далее, как нужно это сделать правильно, гидростат будет служить вам верой и правдой очень и очень долго. У нас есть случаи, есть уже машины, которые работают уже больше 16 тысяч мод часов без капитальных ремонтов гидростатических трансмиссий. То есть гидростат – это надежная и очень экономичная система. Раз в 2000 поменяли масло – все. Никакие тормоза не надо менять, фрикционы не надо менять, ничего не надо туда лазить, смотреть, еще что. Масло – и все. Машина работает. Еще как работает. Да, я хочу отметить, что многие из этих машин работают действительно в тяжелых условиях, там на том же шваке, или заводненных каких-то участках. Так, больше вопросов я на эту минуту не вижу. Сергей, спасибо тебе большое за эту интересную презентацию. Думаю, что мы еще с тобой встретимся неоднократно. Конечно, всегда буду рад провести с вами еще встречи. Спасибо вам, друзья, за внимание. Как я говорил, если вас интересуют какие-то конкретные темы, мы будем всегда рады рассказать о них. Спасибо всем за внимание. Берегите себя, оставайтесь здоровыми. Всем пока. До свидания. Спасибо, до свидания.